Всем привет, чувачки, с вами Алскаил, и сегодня мы будем играть в Аманду. Я в прошлом ролике попросил вас, чтобы вы написали разные секретки мне в комментариях. И сегодня мы будем искать секретные все кассеты и какие-то другие концовки. Так что спасибо большое всем, кто писал комментарии, погнали. Вы мне написали. Антон, чтобы получить первую секретную кассету, нужно как-то печь яблочный пирог вместо яблок за коробками. Найди персик и испеки его. Мы сейчас это попробуем. Действительно ли тут за коробками... Тут реально есть персик, и я не знал, что он здесь есть. Так, ты лежи здесь, отдыхай. То есть все время можно было это все сделать. Окей, так, пропускаем все. Так, все, есть. У нас здесь есть персик. Стремная кукла. Она тоже, кстати, будет участвовать в этом ролике, так что погнали. Так, мы ставим персик. Открываем. Сразу! Я думал, там нужно температуру поставить. Ладно. Смотрите, оранжевая кассета. Полученные достижения. Первая секретная кассета. Я не знаю, что в этой кассете, сразу говорю. Я не смотрел ничего, поэтому я попросил вас, чтобы вы взяли. Написали мне в комментариях это, чтобы не было никаких спойлеров. Погнали. Секретная кассета. Где наша именилица? Мои карманы и деньги обычно у мамы. Лорен, давай уже, у нас для тебя сюрприз. Вот что у меня есть. Кто это у нас будет сегодня именилица? Она со своей лучшей подругой. Эта передача вообще не заканчивается? Похоже, она меня даже не слышит. Давай обсудим новые правила просмотра телевизора. Знаешь что, погоди-ка, и дай-ка попробую. Хочу запечатлеть этот сюрприз на видео. Лорен, милая, мы приготовили для тебя подарок. Твоё любимое мятное с шоколадным печеньем. Ну же, крошка, Амада, может, посмотрим... Там весь Лорен. Всё хорошо? Девочка пропала. Лорен? Чего? Это как-то стрёмно выглядит, да? Так, это первая секретная кассета. Вы мне писали, что их нужно ставить сюда. Это, типа, место для секретных кассет... Ну, постоишь здесь. Короче, вы поняли. Это была первая секретная кассета. Теперь нам нужно взять дальше, типа, сюжету. Какая-то Аманда, если честно, сумасшедшая. Вы согласны? Вот, типа, она какая-то... Препежно. Хоррор? Прям девочка такая, типа... Даже путешественницу теперь я не смогу смотреть. Так, это всё мы пролистываем. Эта кассета нам не нужна. Тут вроде бы секретных никаких нет. Так, тут мы всё сделали. Теперь у нас есть пианино. На пианино мне сказали ввести. Я не знаю, где они это достали. F, A, потом S, потом A, потом D, потом E. Меня что, обманули? Я не понял. Я не понял. Нет, а что, вы же написали? Алло, я даже не один комментарий видел. Попробуй на пианино фасада. Может, я что-то не так делаю. Ладно, давайте тогда попробуем другую кассету. Подождите. Может, тут всё связано и что-то я не открыл, чтобы это правильно использовать? Милс, на листочке, который ты нашёл, написаны цвета и символы. Это, наверное, говорится про вот этот вот листочек. Чтобы найти горшок с символом, как на лиске, с надписью «жёлтый» и поставь в лужу. Так, нужно найти горшок. Я знаю, где находятся горшки. Вот символ, подождите. Этот символ бледный. Кирюша. И вот лужа. В неё нужно взять поставить. Вот я ставлю. А, и в неё капает что-то, да? Вот, с крыши. Отворачиваемся, поворачиваемся. Цветок. Ты вырастешь жёлтый цветок и можешь его подарить кукле. Здравствуй, дорогая. Чё-то не давится. Подождите, может, я недовырастил цветок? Рогуша, на. Это не твой любимый цветок? Нужен жёлтый. Я тупой, я понял. Так, жёлтый, 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 жёлтый. Это вот такой вот символ. Тут несколько горшков было. Это не тот, это не тот, это не тот, это не тот. И это не тот, и это не тот. Нужно искать горшок другой, значит. Может там растёт как раз нужный цветок? Нет. А где? А где? Так, я нашел цветочек Сейчас тебе будет твой любимый цветочек Так, теперь вырос любимый цветок, да? Или подождите Я, получается, тупанул И я теперь не могу поставить цветок Или, типа, этот цветок уже не заменить То есть я запорол Подождите, надо перезайти Так, а теперь это твой любимый цветок Так, отвернуться надо И повернуться Офигеть, новая кассета, новая кассета Это уже на полке, класс Спасибо большое за этот комментарий Классный черный экран, опа Так, это какой-то кабинет, похож на тюрьму Так, это девочка Это, случайно, не та девочка, которая пропала? Или мне кажется? Или это Аманда вообще? Так, непонятно А будут субтитры, о чем они говорят? Просто запись, типа, он ей показывает какую-то штуку И, типа, на выполнение задания Подпиши кредит, пожалуйста Мы хотим оформить на тебя кредит Чтобы, ну, типа, наша клиника могла существовать Мы зарабатывали деньги Подписывай Продаем тебя в рабство Вот ручка Вот здесь подпиши Так, давай-давай Четко-четко Так, девочка, конспектируйте Вы будете свидетелем Все Вы оформили кредит на телевизор Спасибо Ну все, ее отпустили А что произошло? Вообще непонятно 2002 год У меня сестра тогда родилась Какая-то странная кассета, да? О, мистер Хайзенберг Так, это кто? Это какой-то охранник Он отправляет девушку Девочку Так, все Это ты тут будешь работать Кроссовки шить Это твоя комната Заходи Так, склейка или что это? Все, это все Типа, ее просто запустили Непонятно, о чем эта кассета Вообще и близко Это пока что самая странная кассета Которая у нас была Блин, нам нужно идти по идее К следующей кассете Я не знаю почему Но я не могу открыть следующую кассету Там, где как бы нужно вести это на пианино SBF SBF Это у нас следующая кассета По хронологии SBF Давайте попробуем, чтобы пианино пропало Сейчас, секундочку Так, сходу пауза Подождите Попробуем то, что мне написали подписчики Фа, са, д Фа, а, сэ, а, д, и Не работает Почему не работает? Вот так должна была открыться секретная кассета А почему она не открывается? Непонятно Тут какой-то код Откуда так много кодов? Как я их все узнаю? Так, тогда погнали к следующей кассете Антон, я знаю, как открыть одну из секретных кассет Когда играет кассета несчастный случай А у нас сейчас какая кассета? Несчастный вроде бы случай, да? Это как раз несчастный случай Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Баран, с тобой все нормально На вопрос нужно ответить никто Кто поможет к кудряшу? Никто Так, короче, здесь нужно ответить никто Колено сначала нужно ответить Кудряш ударился коленкой Кто может помочь, если ты ударишься? Пожалуй, так и есть Давай иди кудряша в больницу Стоп, 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 стоп Кассета появилась! А-а-а-а Давай, кассета Ля-татыша красная, без названия. Так, спасибо большое за этот комментарий, просто большое спасибо. Следующая кассета просто, здравствуйте. Хорошо, что-то будет интересно. Так, пока что кассета одна, только тупая голубая была. Прошло три недели с тех пор, как пропал местный телепродюсер Сэм Колтон. У полиции до сих пор нет зацепок. Колтон создатель Аманды-путешественницы. Это детская образовательная телепередача, ставшая невероятно популярной среди детей. Но исчезновением Колтона будущая программа остается неясным. Нифига себе. В прошлом году права на телепередачу с участием дочери т.д. Ребекки приобрела компанию, а... Она была в компании, то и... По мере увеличения бюджета, стоимость произведения перевела, а планирует вывести ее на национальный уровень. Приобрести программы Хальмен и недавно исчезновение Колтона вызвали некоторые вопросы. Вдобавок ко всему, в новых эпизодах Аманды-путешественницы были ли затронуты темы, темы, которые не нравятся родителям. Мои дети по-прежнему очень любят эту телепередачу, но она изменилась. Как-то раз я зашел к ним в комнату и услышал, что мамы и папы всегда правы. А, не правы. Что это вообще такое? Чего-то они так быстро говорят. Я считаю, что детям нельзя говорить подобное. Мне пришлось переключить телепередачу, а детям я сказал, что телепередачу просто барахлил. По-прежнему не ясно, как исчезновение Колтона повлияет на участие в проекте «Дочери Ребекки». Мы связаны с Халлия Н.Р. по поводу интервью. Однако ее представители отказались от комментариев. Вместо того, чтобы выпустить письменное заявление, выражает озабоченность тем, что Сэм Колтон оставил как программу, так и свою дочь. Мы не будем стоить догадки о причинах его ухода. Также призываем общественность к уважению частной жизни Колтона. Ей требуется время, чтобы прийти в себя после этих неприятных событий. На данный момент места выступления Ребекки отменены, в том числе сбор средств в общественной библиотеке читателей «Марафон Кудряша». Запланированный вечер у него был «Марафон» на беспокойство Аманды никуда не денется. Остается верна своему выделению этой... Что? Драгоценной... Несмотря на заявление полиции, не выдвинуто никаких о причинах и остановлении Сэма Колтона. То есть он пропал вообще, типа полиция его ищет. После рекламы пазы мы встретимся с запа, говорящей пищалкой. Я вообще в шоке то, что есть... А, в целом... А, это я, друг Скип. А со мной, как всегда, мой верный друг... Пес Чип. Гав-гав. Что за передача еще? Подождите. То есть у этой передачи есть создатель, это звучит, ну, немножко логично, как бы, да. У любой передачи должен быть создатель, но он пропал. Я думал, Аманда изначально это что-то такое мистическое, типа, ну, кассеты какие-то созданные, типа, нет создателя прям такой телепередачи. Если реально Аманда... Это искусственный интеллект, который взял, получил разум и все такое. И он, как бы, начал через кассеты взять свою хронологию строить, то это очень страшно, если честно. Это первая игра про искусственный интеллект такой. Так, ну, самое главное, что мы достали следующую кассету. Создатель умер, скорее всего. Это мы узнаем еще, наверное, в следующих кассетах. А, вот, кстати, да, знакомьтесь с Сэм. Это ж про него говорили, да. А-а-а, четвертая кассета как раз была фасаде. Подождите. Ну, фасаде, фасаде. Ф-А-С-А-Д. Не работает фасаде. Тогда пойдем к следующему комментарию. Короче, когда будет видео про семью на ферме. Ага, а это, скорее всего, сейчас должно быть видео про семью на ферме. Так, давайте тогда часы разблокируем. Слушайте, ребята, в этом ролике будут все секреты этой игры. Я думаю, заслуживает этого вашего лайка, потому что я буду очень стараться. Это дофигища всего. Ролик длинный, тем более. С вас обязательно лайк, подписка, если вы еще не подписаны. Я думаю, это заслуживает подписки лайка. Так что погнали дальше. Сейчас вы все зацените. В этом ролике все будет. Там вроде бы было 5. Вот, 5.15. Вот это я запомнил. Молодец. Нет, стоп, это про все гниет. Это самая стрёмная кассета. Это вроде, это конечная кассета, да? Так сразу же, стоп. А где ферма? Была же ферма, да? Или мне казалось? Подождите. Это я помню концовку, это уже было. А ферма? Была ферма или не была ферма? Так, мне кажется, нужно тогда другой комментарий использовать пока что, потому что фермы у нас нет. Это я просто где-то видел. Так, теперь мы попробуем открыть тогда другую концовку. Мы сейчас должны будем поставить на паузу. Нам дали паузу, и мы должны будем поставить на паузу. Вот, ставим на паузу. Тут инструкция. Поставьте на паузу и включите духовку. Нам нужно поставить духовку на максимальный уровень горения. И просто продолжить смотреть. А вот смотрите, у них загорелась духовка. Мы можем влиять на кассету. Вот это очень круто. И нам дают, что? Сыр и мясной пирог. Ингредиенты. Картофель, грибы, мясо. У нас новая инструкция. Так, давайте. Картофель, грибы и мясо. Где должен найти картофель, грибы и мясо? Грибы я знаю, где найти. Вот грибы. Берем, кладем сюда. По-моему, я не встречал мясо и картошку. А если бы встречал, это было бы очень странно. На чердаке, на который мы первый раз залезли. У меня есть идея. Нам сыр по-любому не просто так дали, да? Кладем вот сюда в мышеловку сыр. Отворачиваемся. Как жалко. Мне ведь почему-то кажется, что это сейчас будет мясом, да? Надеюсь, да. Ну, можно положить, по крайней мере. Теперь осталось найти только картошку. А где можно найти картошку? А может, вот эта вот штука. Картофель. Точно, картофель. И у нас там был росток такой. Я точно помнил месяц. Вот он, вот он, вот он. Мы сейчас вырастим картофель. А что еще можно там такого вырастить? Красный, ранжевый, синий, бежевый. Картофель. Ну да, вызывает подозрение. Так, мы вырастили картофель. Прям так ставить. Вроде бы так можно, давайте. Нам нужно поставить 525 градусов и 50 минут. Закрываем. И сейчас должен быть секретный тейп. Нет, стоп, это не секретный тейп. В темном районе. Это новая кассета. Это новая концовка. Мы идем к новой концовке. Привет всем, я Аманда. А я кудряш. Аманда, твои друзья могли бы вернуться в наш район? Это здорово. Мне нравится, что в моем районе живут мои друзья. Это что-то другое вообще. Две новые, да? Сегодня я хочу отправить своему другу кое-что особенное. Сначала мне нужно сходить в магазин и купить открытку. Ты знаешь, где магазин? Отлично, пойдем в магазин. Вот, вот это вот, про вот это говорили фасады. What the fuck? Что, она такая стрёмная? Так, подождите, фасады, фасады. F-A-S-A-D. Вот ты зеленая. Новая кассета, ребят. Я знал, что вы правы. Подождите, вот это что-то интересное. Вот это, конечно, случится что-то плохое. Какую открытку ей отправить? Вот это вот. Эта открытка не подойдет. А раньше это нужно было выбирать. Средняя. Не думай, что это нам нужно. Аманда запуталась. Нифига себе, это что-то новое. Расскажу тебе секрет. У меня день рождения. Пожалуй, мы сможем ей помочь. Вот это выбираем. Вперед, дружочек. Выбирай открытку. Только вот это вот. Так я же выбирал среднюю. Думаешь, это оно? Я не... Похоже на то. Уверен, что твоему другу очень понравится эта открытка. Вообще, кассета переначена. Мой друг. Это кудряш. Это кудряш. Мой друг отмечает день рождения. Он нам подмигивает. Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Где мне купить угощение для друга? О, я знаю. Давай купим ей какой-нибудь вкусной сладости. Ты знаешь, где магазин сладостей? Давайте выберем мясной. Потому что он новый. Вроде бы магазин сладостей у нас уже был, да? У них нет того, что нам нужно. 24 на 7. Тоже. В каком из них продаются сладости? Ну, давайте тогда конфеты выберем. Отлично, давай. Зачем ты это делаешь? Теперь я не могу найти магазин сладостей. Я не знаю, куда мне идти. Что происходит? Поможешь мне? Охренеть. Мясной, не делай этого. Не буду идти. Что происходит? Я не хочу туда идти. Этот выберем. Я сказал, что не хочу туда. Сюда пойдем. Нет. Почему? Это происходит. Она с ума сходит. Так, выбираем этот магазин. Нет. Почему я не могу остановить? Охренеть. Это не магазин сладостей. Здесь нет того, что я хочу. Может, отведешь нас куда-нибудь в другое место? Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Баран, мне кажется, себя не сильно чувствует в магазине мяса. Так, ну, давайте мы ничего не можем, кроме выбрать. Давайте выберем топор. Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Топором. Ну, давай мясо вот это. Выпусти меня отсюда. Агламанда, это очень милая открытка на день рождения. Хочешь подарить ее сейчас? Напиши адрес на открытке. Кому я должна ее отправить? Кому она должна ее отправить? Вули. Овце. Барану. Не думай, что у нее день рождения. Кейт. Вообще Кейт была. Это открытка для кого-то очень милого. Антон. Мил Скелл. О, нет, кажется, ты и правда не помнишь. Кудряш. Ой, Кудряш. У тебя день рождения. Все это время у него было день рождения. Я даже не догадывался, если честно. У нас тут книга какая-то появилась. Но подождите. Если я проиграю зеленую кассету, книга же не исчезнет, да? Тут какие-то штуки. Где мы пытались? Мы пошли. Ты забрала меня. Странная книга. Давайте сначала сыграем зеленую кассету. Кофе-брейк? Что? С вами перерыв на кофе. Сегодня у нас в гостях Сэм Колтон, создатель известной детской передачи «Аманда-путешественница». Он живой здесь. И должна сказать, это человек, с которым очень приятно находиться рядом. Спасибо за приглашение, Сэдди. Я наберу 10 килограмм, если на кухне все время будет это вкуснее печенье. Разве можно пить кофе без печенья? Какой странный диалог. Сэм, в прошлом году мы начали работать над «Аманда-путешественной». Прямо здесь, в этой студии. Теперь весь город без ума от нее. Вы могли представить, что ваша передача станет такой популярной? Честно говоря, нет, Сэдди. Это произошло совсем неожиданно. Эпизоды получились довольно разрозненные. Как в случае, когда задумок много, а денег мало. Не уверен, что понимаю, о чем вы. Ну, детям все это не важно. Они видят душу. Ох, ваша передача действительно сделала. Да блин, что вы так быстро говорите? Я не успеваю нормально читать. Похоже, что многим детским телепередачам сейчас удается быть развлекательным и в то же время учить чему-то детей. Верно? Угу. Синка Пепа. Что вдохновило вас на создание Аманды? Я хотел создать передачу, которая рассказала бы детям о том, что... Как убивать детей. На мир это волшебное место, что нас повсюду. Стоило моей чудесной дочери появиться в моей жизни, на меня чуть ли не хренуло вдохновение. Она была совсем крошкой, когда я удечерил ее. И несмотря на все несгоды, она всегда оставалась открытой и доброй. Она мое солнце. И я безмерно счастлив поделиться ей светом, ее с другими людьми. Мне кажется, Аманда, это вот она в реальной жизни, вот эта вот его дочь, она сумасшедшая, которая Аманда в реал лайф, которая вот этот монстр. Как думаете, Аманда Путешественник ждет большое будущее? Да. Мне предложили сделать передачу анимационной. А, то есть до этого не анимация была? Я и так хотел показать наш удивительный мир большому числу людей. Похоже, что моя скромная передача сможет оказать большое влияние. Да, это потрясающе. Всем большое всем спасибо за то, что говорили со мной за чашкой кофе. Нашему городу очень повезло с вами. Смотрите в следующем перерыве. Цветочные композиции на все случаи жизни. От новой жизни радущей в нашей районе, Роуз Мэтью из букета роз. А до тех пор ваш кофе не стыает. А разговаривать всегда принося радость. Блин, хочу тоже передачу вести такой. Всем привет. Сегодня мы будем... Так, ну мы идем под новой концовки. Это классно. Поставим эту кассету вот сюда. У нас собрано 4 кассеты. И нам нужна ферма. Нам нужна ферма. То есть мы идем дальше по пути. Я не знаю, это загадка какая-то или нет. Нужно правильно раскрасить или что? Где? Мы пытались. Ты забрала меня. Мы пошли. Где? Вот здесь. Мы пошли. Вот сюда. Мы пытались. Нет. Где? Вот здесь. А что я делаю? Тут просто как будто нужно заполнять. Это код какой-то, да? Давайте просто будем тыкать. Мало ли нас не убьют. Что делать? Я просто крашу постоянно. Где? Мы нашли. Мы пытались. И потом воскакивает вот это. Что здесь выбирать? Давайте просто одно что-то. Вот это скорее всего. Потому что не знаю. Честно не знаю. Где? Мы нашли. Мы пытались. Потом воскакивает вот это вот. А! Где? Нашли. Мы пытались. Вот. Теперь вот так вот. Символ какой-то. 247. 247. А может это магазин 24 на 7? А не код. Здесь же все символы. Где? Сначала это было. Потом конфеты. Потом было мясо. Это какой-то код. Это код от замка красного. Вот красный замок. И кукла. Код Гудс. Вот здесь вроде, да? Г-О-О. Реально открыли. Вот, вы мне писали про ножницы. Я не понимал, где эти ножницы находить вообще. По инструкции нам нужно взять, отрезать кукле голову. Но там есть кассета, которая там, типа, дальше по хронологии. Подождите. Берем. А куда ты делась? А куда ты делась? Куда кукла пропала? Так, ну ладно. Тут есть кассета. Что такое семья? Называется. Привет, друзья. Я Аманда. Ферма. Вот ферма. А я кудряш. Бе-е-е. Кудряш только что издал звук животного. Он сказал бе-е, потому что он барашек. А ты можешь издать звук как барашек? Бе-е-е. Здорово. Очень похоже на кудряша. Неловко смеется. Да, ааа. Совсем как я. Так, стоп, 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 стоп. Там дохерища всего вверху. Может там код какой-то будет. Стоп. Такое нельзя пропускать. Здесь можно погладить животных и поиграть с ними. Поговорить во время с животными так весело. Они всегда такие, как люди. Они выглядят по-другому и не говорят, как люди. Аманда, я животное и... Глупый. Животное не разговаривает. Посмотри на эти знаки. Давай издавать звуки, как животное на них. Блин, это это, конечно... Ну что, начинаем? Козы говорят ме-е-е. Курицы говорят коко. Свиньи говорят хрю. Че это нафиг за скример такой? Охренеть, баран тоже в шоке. Было весело. Животное издает забавные звуки. У тебя есть семья? У животных тоже есть семьи. Давай посмотрим на одну из таких семей. Я хочу посмотреть на куриц. Покажешь мне, где здесь курицы? Вот это курица. Я не тупой же. Отлично, пойдем посмотрим на этих глупых куриц. Кудряш такая милая. Э-э-э. Здорово иметь семью. Вот мама курица, а вот ее дети. Вот их папа. Посмотри на куриц. Такие смешные, боже. Как называется папа? Петух. Петушара. Что-то там было у нас с кассетой, связанное на ферме, да? Она спросит, как зовут папа цыплят. Напиши Сэм. Это ее папа. А-а-а. Сэм. Что? Повтори. Как ты? Куда пойдем дальше? Подождите, а что-то будет? Сзади может кассета появится? Сзади появилась кассета. И тут еще что-то. Ни хрена себе. Это игрушка, которая вон там находилась. Так, фиолетовая кассета, это кайф. Берем ее сразу же, закидываем вот здесь, чтобы лежала просто рядом. Последняя кассета. Последняя? Шестая еще должна быть. Так, давайте. Думаю, пора навесить овец. Можешь сказать мне, где найти овец? Вот овца. Такая перепуганная. Тут пауки появились. Змеи появились. И овца. Ну, давайте овцу выберем. Ладно, идем. Погляди на эту миловещую семью. Вули пропал. О, кудряш. Что с тобой случилось? Опять, так, была гроза, потом был дождь. Мяука не котенка. Котенок появился. Привет, маленькая кошечка. Где твоя семья? Похоже, что кошечка совсем одна. Как думаешь, что она чувствует? Ни хера себе слово. Она чувствует одиночество. Ну, я уверен, что это правильный ответ. Давайте что-нибудь такое, типа, дурацкое введем. Эрект. Ну, ладно, одиночество. Одиночество. Эта кошечка одна. Нет никого, кто бы ей помог. Ты можешь помочь одиночественной кошечке? Нет. Ты можешь помочь одиночественной кошечке? Ну, пожалуйста. Нет. Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Я сейчас с ума сажу. Нет. Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Что вообще происходит? Кошечке. Опять эта концовка Там где нас убивают в конце Кукла появилась Опять нас в конце Опять нас убивают Это же та же самая концовка получается Но концовку мы не открыли На телевизоре то же самое Подождите, тут есть кукла, а у нас есть ножницы Кукла еще не пропала, сейчас воспользуемся И нам дадут сразу эту кассету по идее Тут же находится эта кассета Да, тут сразу можно начать с этой концовки Сейчас выберем в конце да Но сначала мы отрежем кое-кому бошку Честно не хочется даже двигаться После этих звуков, какого хрена У нее батарейки Что-то вроде бы мне писали про батарейки Тут же никто меня больше не убьет, да пожалуйста не надо Типа сзади нужно вставить батарейки эти дурацкие Привет, я Бладбот Нам будет с тобой весело Там какой-то код был Во второй кассете у нас был код на Бладбота Это точно, нужно было просто в него батарейки вставить Я тупил вот в первой части Я не знал, что нужно это все сделать Так, вот здесь 15-03-25 15-03-25 И что он нам даст? Передай Кейт мои соболезнования Серьезно, это все, что нужно было? Стоп, картинка поменялась То есть Бладбот изменил сюжет Я сейчас не хочу играть И все? У нас появился торт? Стоп, у нас дофиги сейчас сюжетов что-то С днем рождения Поздравляю, теперь ты еще на год старше Желаю тебе наилучшего года 0-8-1-8-2-1 0-8-2-8-1 Блин 8-1-8-2-0-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2 Нужно эти все коды опять вводить, шестизначный же, здрасте. Тут у нас математический код. 1 на 4, 4, потом 4, потом у нас 2, потом у нас 1, потом у нас 3, потом у нас 0. 4, 4, 2, капец он кодов нам вообще загадывает. 1, 3, 0, все, есть. Что на открытке, то и на торте. Что? Что это значит? Может это то, что свечи это 2? Тогда код другой, подождите. 8, 3, 5, 1, 6, 1. Давайте попробуем, может реально сработает. 8, 3, 5, 1, 8, 3, 5, 1, 6, 1. C, C, D, C, F, E. С днем рождения. C, C, D, C, F, E. C, C, D, C, F, E. Еще одна свечка. Капец в этом аппарате, там дофига всего. Уже 3 кассеты что ли? Так, торт. Торт. Что нафиг? Кассета? Что? А мы фиолетовую проигрывали вообще? Нет, не проигрывали же, я про нее забыл вообще. Так, это какая-то клиника как будто, да? Я не вижу что-то на английском. Отличная Робека, давай дальше. Робека это дочка Сэма вроде бы. Пока, пока, пока. Супермен, пирог, суперпирог. Это дочка Сэма. Бе, барашек, бе. Она с ума сошла что ли? Что это? Что она читает? Несколько простеньких слов. Видит ли сценарий специально настроен для тренировки динамической голосовой реакции технологии? Для чего? Прекратите это. Сэм, почему бы вам не прогуляться? Нам осталось еще совсем много. Я не хочу это делать. Робека, что случилось? С кем ты говоришь? С человеком в наушниках. Там никого нет. Она расстроена. Это зашло слишком далеко. Давайте сделаем перерыв. Робека, давай ты выйдешь, а мы... Это Робека сошла с ума. И это Робека, этот монстр, который там находится. Который на нас нападает. Капец. Так, давайте вот эту кассету используем. Это другой сюжет, насколько я понимаю. У нас тут мало времени. У нас это было. Ты мне доверяешь? Да. Я не могу не ответить. Готов к приключению. Это отрезок, которого не хватало. Аманда, ты ведь знаешь, что не можешь... С Кудряшем пришлось несчастный случай. Порой, когда с другом происходит несчастный случай, никто не может помочь ему. Но мы попытаемся. Очень нормально, кстати. Нога не сломана. Нет, Аманда, становится все в порядке. Бедный Кудряш сам не понимает, что говорит. Мы должны помочь ему. Сначала нужно понять, что не так. Сейчас колено будем его ломать. С какой части тела Кудряша что-то не так? Давайте лицо нажмем. Кудряш разбил себе голову. Но доктор Аманда уже спешит на помощь. Давай подготовим пациента. Она сейчас его разобьет, да? Вот, Кудряш, выпей. А, Аманда, я не уверен. Это же пара... Что? Аманда, мне кажется, я... Мне кажется, я... Нам срочно нужно провести операцию на мозг-пациент. С помощью какого инструмента можно вылечить голову Кудряша? Что? С помощью пилы? Молотка или щипцов? Она так смотрит страшно. Молоток. Это может пригодиться, но... Что еще можно использовать? Пила. Если использовать, это будет много грязи. Почему уже все в крови? Я вообще не догоняю. Ну, давайте щипцы. Похоже, это сложно использовать. Ну, я попробую. Пожалуйста, только не надо сейчас кровавого барашку показывать, да? Смеется? Ха-ха, я провела тебя. Мы используем все три. Пациент становится буйным. Мне понадобится твоя помощь. Я не хочу помогать. Помоги мне, прошу. Ну что, кому ты поможешь? Кудряшу помогу. Значит, ты не станешь мне помогать? Ладно. Я сделаю все сама. What the fuck? Так. Сразу же новая кассета. Любимые фильмы Райли. Привет. Люк. Подарок. Это какой-то кот, да? Я ку-ку-ку. Привет. Люк. Подарок. Кассета еще одна есть. Тут люк появился. До этого же не было люка, да? Или был, или он не так выражен был. Лето 191. 1, 9, 8, 4. Может, вот сюда? Не срабатывает. Ладно, это не кот. 1984 год. У меня аллергия на яблоки. Сколько стульев? Сколько грибов? Сколько фруктов? Сколько источников света? Это кот. Это тоже кот. 2, 8, 6, 2. Реально открылось. Тут еще одна кассета. Семейный архив. Капец, у нас уже тут кассет. 4, 0, 1, 2, 5, 8. 4, 0, 1. 4, 0, 1, 2, 5, 8. 4, 0, 1, 2, 5, 8. 4, 0, 1, 2, 5, 8. Важно то, что внутри. Что это значит? Так, там код. Там код. Я, может, неправильно ввел код. 4, 0, 1, 2, 5, 8. 4, 0, 1, 2, 5, 8. Важно, что внутри. Что это значит? Так, я в комментариях кое-что прочитал интересное. Подождите. Берем ведро. Берем воду. Так, ведро реально наполнилось. Подождите, серьезно? Прошу, не забывай меня. Берем ключ. Стоп, что это за ключ? От этого замка. Тут реально тут не было. О, тут есть кассета. Это последняя кассета, да? Так, что-то вообще непонятно, не помехи. Аманда поет. Барашка нет, вырезали его. Привет, я Аманда. С друзьями можно поделиться всем на свете. Я могу поделиться с тобой цветными карандашами, чтобы тоже было весело раскрашивать. Так, стоп. Что это изображено? Это кошка, это лис, которого взяли в капкан. Посмотри на глупого мистера лиса. Делиться, значит, заботиться. Друзья могут делиться игрушками. Могут делиться лакомствами. Я поделюсь с тобой лакомствами. Какие лакомства ты любишь? Почему она такая стрёмная нахиг? Колбаски, сыр и мясо. Сыр. Ням-ням. Это я люблю. Друзья могут делиться и другими вещами. Они могут делиться секретами. Она убила барашка. Сопроцентно. Колбаски с барашком. Я могу поделиться с тобой секретом? Нет или да? Давайте да напишем. Точно? Это большой секрет? Да. Я правда могу поделиться с твоим секретом? Давай уже. Рожай. Я существую. Какой релестистый голос, ребята. Это реально очень стрёмно. Так, нужно взять и кинуть кирпичом. Кидай уже! Новый конец открыт, да? Нет, сейчас вылезет сзади и нас убьёт опять. Дождь закончился. Мы выжили. А там это кто такой? Получен конец достижения. Это мы выжили, получается. Это хороший конец. Первый раз нам показывают титры. Повелитель звука. Гений дизайна. Блин, рофленый. Это получается концовка, которая должна быть самая правильная. То есть мы открыли самую правильную концовку. Мы разбили телевизор и выжили. Так, подождите. У нас последняя концовка, получается, сделана. Она вот здесь должна быть. Вот, она же хорошая, получается. Шляпа какая-то. Тут ещё будет продолжение. Капец, Аманда, на самом деле, очень интересная игра. Нам нужно открыть вот эту вот концовку. И мне кажется, вот последняя концовка. Это вот эта вот кассета. Так, тут выбираем петух. Одеты цыплята. Всё, тут уже по-другому идёт всё. Некоторые мамы съедают своих детей. Интересненько. Она реально съела. Давайте посмотрим на другие семьи животных. Так, выбираем теперь овец. Одиночество. Эта кошечка одна. Тут нужно выбрать, что я, типа, хочу помочь. Да. Бенье овец. Она такая счастливая, типа, реально, хочешь помочь. Помехи нарастают. Это должна быть другая концовка, правильно? Здесь, получается, вот этот вот круг, который мы в прошлый раз ничего не делали с ним. Сначала у нас была гроза. Или стоп, что это вообще? Может, нужно на паузу нажимать? Там же было, типа, то, что резкое там что-то, то-то. И у нас сзади как раз эта штука стояла. Вот, гроза, 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 гроза. Мы берём сразу же, выставляем грозу. У нас стоит здесь гроза. Есть. Теперь нужно ураган дождаться. Всё, сейчас дальше идём. Так, торнадо, торнадо. Всё, есть торнадо. Запускаем. Так, и последнее это, вот, флудинг. Я не знаю, что это. И у нас появилась ещё одна кассета. Всё гниёт. По-моему, такая кассета уже была, да? Всё гниёт. Новая кассета, последняя. По идее, последняя. И сейчас будет концовка, да? Ещё раз привет, я Аманда. Мы выиграли уже. А я куда? А, тут сюжет же меняется. Что это за запах? Как думаешь, откуда этот ужасный запах? Аманда воняет, Аманда! Яблоки. Нет, выглядит нормально. Там кексы. Откуда этот ужасный запах? Оно всё превратилось в мясо. Это сердце и какой-то кишечник. Так, вот это вот выбираем. Фу, всё верно. Так, это у нас было. Знаешь, какое слово, противоположное слову? Живой. Мёртвый. Мёртвый противоположный живому. Хорошая работа. Когда животное умирает, оно тоже гниёт. Это что-то новое. Стоп. Мёх, у неё котёнка. Котёнок! Похоже, что котёнок в беде. Если никто не поможет, он умрёт. Вот, мы поможем котёнку? Да. Так, котёнок просто в клетке, всё нормально. А чё мы не помогаем котёнку? А, нужно тыкнуть на котёнка. Так, я тыкнул на котёнка и... Мы можем уйти! Последняя концовка, ребята! С вас лайк! Я вам отвечаю. Ё-моё. Получено достижение кусочек мяса. Ам, ам. Очень странная концовка. Это не все концовки, а вот эту как открыть? Ещё одну концовка. Я только что нашёл ещё одну концовку, как сделать. Мы должны сделать все концовки, все наклейки. Набираем воду в ведро. Обливаем робота. Берём ключ. Забираем кассету, которая связана с концовкой. Предпоследняя кассета, типа. И тут пишем в конце. Нет. Я думал, ты не такой человек. Мы, типа, не будем делиться. И всё пропадает в комнате. И мы можем просто покинуть эту комнату. И это последняя концовка. Проматываем. Это был бессмысленный конец. У меня достижение. Бессмысленный конец. И теперь все концовки открыты. Ребята, если это не заслуживает вашего лайка. Я не знаю, что заслуживает вашего лайка. Я полтора часа, два часа уже снимаю. Насчёт шестой кассеты, я думаю, вы будете писать об этом в комментариях. Короче, её нет. То есть, она как бы существует. Но нужно взломать как-то код игры, чтобы её открыть. И получается, шестой секретной кассеты. Нельзя её просто так получить. Поэтому, чтобы вы не писали в комментариях. Это просто невозможно сделать. Я не смог это сделать сюжетным путём. Вот. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг не подписаны. Всем удачки. Хорошего настроения. Живите. Процедайте. Пока-пока. Пу. Шик.